В республике официально дан старт Году Здоровья. В честь события на главной площади Сыктывкара провели праздничную программу. Там же для его участников организовали специальные кабинки, где можно было пройти медицинское обследование и проконсультироваться со специалистами. Символично то, что Год Здоровья в республике стартовал во Всемирный День Здоровья. На праздничном событии побывала Таисия Шляхтина. Всемирный День Здоровья в этом году выдался на редкость прохладным. Но непогода не помешала сотням сыктывкарцев выйти на Стефановскую площадь, чтобы дать старт Году Здоровья в Коме. Год Здоровья стал логическим продолжением 2013 года спорта. За его 12 месяцев в регионе было открыто 10 новых спортобъектов. При этом особый упор был сделан на развитие сельских районов, чтобы жители республики имели равный доступ к занятиям физкультурой и спортом. По этим двум показателям число жителей, активно занимающихся спортом и уровнем обеспеченности спортобъектами, наша республика занимает первые позиции на Северо-Западе и одно из ведущих мест в России. По словам заместителя главы республики Тамары Николаевой, Год Здоровья принесет в Коме новые здоровые инициативы. Мероприятия будут проводить все заинтересованные ведомства, не только Министерство здравоохранения. Конечно, мы еще сюда привлекли такие министерства, как Министерство сельского хозяйства, потому что мы хотим сегодня рассказать и показать людям, что от здорового питания зависит очень много. Это основа здоровья, ну и, конечно же, окружающая среда. Это экология, то, что нас окружает. Поэтому Министерство природы, окружающей среды, оно тоже будет активным участником, соисполнителем мероприятий в рамках Года здоровья. Здоровье – это не только медицинское понятие. В планах мероприятия по оздоровлению и занятию спортом, и борьба с вредными привычками и укреплением межнационального мира и согласия жителей республики. Планируется проведение спортивных соревнований, образовательных уроков и экологических акций, строительство новых спортплощадок и реабилитационных центров. Среди мероприятий также проверка продукции на предприятиях и многое другое. Флюорография, мамография, тесты на уровень сахара и холестерина в крови. К мобильным комплексам в День здоровья довольно быстро выстроились очереди. Также не надо толпиться в очередях. Центры здоровья, которые оказывают эти услуги, они действуют на базе врачебно-физкультурного диспансера в городе Сыктывкар, в Ухте на базе поликлиники и в Оркуте. Точно такие же центры здоровья есть и для детей. Также в Сыктывкаре, в Ухте и в Оркуте. К слову, такие доступные медицинские осмотры будут доступны и жителям районов Коми. Мобильно-диагностические комплексы уже приступили к работе. Таисия Шляхтина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар. Сыктывкар.